Сегодня мы с вами очень конкретно и подробно поговорим о хостинге. Купим услуги этого хостинга. Но сейчас мы с вами должны ещё раз уточнить и понять, что ж такое хостинг. Хостинг – это услуга, предоставляемая нам определённой компанией по хранению ваших файлов, точнее файлов вашего сайта на удалённых серверах. Ещё раз давайте напомним и обговорим следующее, что хостинг для тех людей, которые только начинают работу с собственными сайтами, это обычно блоги, очень важно при оценке хостинга понять, какая служба поддержки на хостинге и насколько понятен сайт. Самого хостинга. Поэтому нам нужно выбрать такой хостинг, который бы удовлетворял возможности ответов на наши вопросы, которые у нас в любом случае обязательно возникнут. Вот одним из таких хостингов, которые достаточно дёшевы, очень функциональны и очень хорошая служба поддержки последнее время – это хостинг «Джина». Вот сейчас мы с вами находимся на главной странице этого хостинга. Адрес хостинга, вот он, «Джина.ру», очень простой. У тех, у кого нет аккаунта на этот хостинг, то у вас будет вот такая зелёная кнопочка «Создать аккаунт». Те, кто уже создали аккаунт в этом хостинге, им достаточно будет войти, пройдя вот по этой тёмной кнопке «Войти». Итак, давайте сначала познакомимся с хостингом. Ну, здесь нам сразу ясно и понятно дают информацию о том, что более 15 лет на рынке хостинг, что у него 150 тысяч довольных клиентов и очень хорошая панель управления. Надо сказать, что панель управления – это практически действительно гордость самого хостинга, потому что настолько понятная и удобная панель управления практически я ещё не встречала ни на одном хостинге. Для того, чтобы познакомиться с хостингом поближе, давайте сделаем следующее. Нам здесь предлагают информацию о том, что нам хостинг может дать возможность работать с гибким виртуальным хостингом, стоимость от 1 рубля и 10 копеек в сутки. Он может нам предоставить регистрацию доменов от 77 рублей в год и может предоставить облачный хостинг популярных CMS – это движков так называемых, да, от 99 рублей в месяц. Давайте посмотрим, что такое гибкий виртуальный хостинг и что нам в данном случае Джина может предложить. Вот здесь показано, что практически картинка очень хорошо показывает, что вот это мы с вами, а вот это наш сайт, который будет отображать нас с вами, и файлы которого будут храниться на сервере этого хостинга. Для того, чтобы понять, насколько он удобен и насколько он дёшев, мы переходим вот по этой кнопочке «Просмотреть цены». У нас с вами здесь предоставляются услуги, услуги для хранения нашей информации. Когда вы зайдёте на этот интерфейс, то вы увидите, что примерный набор услуг предлагается уже прямо вот здесь вот, в таких вот переключающихся кнопочках, которые вы можете посмотреть внимательно. Сколько будет стоить услуги этого хостинга, если вы создадите минимальный сайт, это рубль 10 всего, но нам такой сайт не подходит, нам необходим стандартный сайт, и услуги тогда нам необходимы будут именно вот такие, как поддержка 30 доменов, эта поддержка бесплатно идёт на данном хостинге, вы можете её удалить, если она вам не понравится. Дисковое пространство предлагается 30 гигабайт, и стоимость такого дискового пространства рубль 10. Поддержка 30 FTP аккаунтов, то есть вы можете работать с FTP клиентом самостоятельно, плюс ещё дать какому-либо администратору FTP клиента, таких администраторов у вас может быть до 30, то есть до 30 аккаунтов. И эта поддержка тоже идёт бесплатно. Из моего опыта могу сказать вам, что 30 FTP аккаунтов нужно только для очень серьёзного какого-либо корпоративного сайта. Поддержка PHP. Что такое PHP? PHP – это серверный язык, то есть тот серверный язык, а сейчас его идёт в версии используется PHP 5, он здесь работает на этом хостинге, это самый последний такой язык серверный. Вот поддержка этого языка, то есть так, чтобы ваш сайт хорошо читался и чтобы хорошо отображался в браузерах тех компьютеров, которые будут делать запросы по поводу на ваше доменное имя. Стоимость поддержки такой рубль 40 в течение дня. И ещё предлагается база MySQL, которая общей сложностью составляет 5 гигабайт. То есть база MySQL – это такая база, которая, собственно говоря, будет хранить все файлы вашего сайта. Стоимость такой базы тоже 1 рубль 40 копеек. Итого получается, что у нас 3 рубля 90 копеек в день. Минимальная сумма, которую нужно положить на ваш хостинг, для того, чтобы вы могли работать, это 149 рублей. Как можно сделать это, мы сейчас посмотрим. Если вы задумаете создать корпоративный сайт, то вам предлагаются уже другие услуги, стоимость их 9 рублей 70 копеек в день. Но это для больших корпоративных сайтов. Для нашего блога, тот, который мы задумались с вами сделать, это стандартный сайт. И стандартный сайт, вот эта поддержка, вернее, стандартного сайта вполне достаточна. Вы можете здесь выбрать ещё дополнительные какие-либо услуги. Посмотрите, их как много здесь. В том числе и регистрация доменов. То есть здесь очень много возможностей для работы с вашими сайтами. Но ещё раз повторюсь, для того, чтобы создать блог на WordPress, достаточно вот этих услуг стоимостью 3 рубля 90 копеек в день для поддержки и очень хорошей работы вашего блога на движке WordPress. Давайте перейдём на панель джина. И мы переходим с вами к созданию аккаунта. Захожу вот по этой зелёной кнопке «Создать аккаунт». Здесь я могу написать «Емейл» или «Мобильный телефон». Я выбираю «Емейл». Мне предлагают для создания своего аккаунта логин. Логин, видите, предлагают, совпадающий с логином «Емейл-почта». Я ввожу сюда код. Обязательно должна вот здесь стоять галочка. И кликаю «Создать аккаунт и войти». И вот я захожу сюда для того, чтобы уже начать работу с хостингом. Вот обратите внимание, что здесь есть очень много акций. Например, если вы сейчас пополните счёт на 2 990 рублей в течение 5 часов, то получаете бонус в 1000 рублей. Значит, мы с вами пока ничего этого не делаем. Мы имеем право с вами работать в нашем хостинге неделю. То есть мы можем попробовать этот хостинг, как он работает. И сначала мы ознакомимся с вами с хостингом. Итак, захожу на хостинг. Значит, для того, чтобы работать с ним дальше, нам необходимо заполнить профиль. Профиль мы заполняем очень тщательно. Почему? Потому что если у вас будут какие-то неприятности, связанные, например, с деньгами, или, например, какие-то неприятности с потерей, например, доменного имени, вы должны очень чётко, правильно и конкретно расписать всю информацию от и до, для того, чтобы действительно доказать, что вы настоящее физическое лицо, имеющее полное право на возвраты и на всевозможные действия с денежными средствами. Значит, вот здесь абсолютно всё мы заполняем очень чётко и понятно. После того, как вы заполните все поля, вы перейдёте и нажмёте кнопку «Далее», у вас появится вот такой интерфейс. Хостинг. Вы имеете право начать им пользоваться. Заходим в «Начать пользоваться». Теперь оптимальный вариант, конечно, сразу же хостинг оплатить. Для того, чтобы его оплатить, нам достаточно перейти вот по этой ссылке «Оплата». Выбрать здесь способ оплаты. Способы оплаты здесь очень простые, их очень много. И шаги, предлагаемые, тоже достаточно простые, но только вы имеете право выбора, какое. Если вы сейчас сразу же пополните хостинг на 1990 рублей, то вы получаете бонус 300 рублей. Если вы пополните хостинг на 1490 рублей, то вы получаете домен «РУ» или «РФ» в подарок. То есть вам уже не нужно будет платить за регистрацию домена. Поэтому вы выбираете здесь сам. Если же вы не можете заплатить сейчас такую сумму, то вы должны помнить о том, что минимальная сумма для пополнения счета, давайте вот такое поднимем, равна 149 рублям. Но помните еще вот о чем, о том, что когда мы сейчас с вами начнем регистрировать домен, то стоимость домена, вы должны помнить о том, что у вас должна быть такая сумма, чтобы вы могли покрыть этой суммой и стоимость домена, купленного на один год. Если это будет зона «РУ», то напомним с вами, что такой домен стоит 77 рублей. Например, я вот здесь заполняю 300 рублей и кликаю кнопку «Оплатить». В этом случае у меня с Яндекс денег по определенным шагам. Перевожу сюда на Джин эти денежки. И эти деньги у меня будут отображаться вот здесь, вот в этом окошечке. Итак, оплатили. Теперь давайте поговорим о том, что мы с вами должны купить определенные услуги хостинга. То есть мы вот заплатили определенные деньги, теперь мы, как тогда смотрели, помните, стандартные услуги хостинга. Вот мы должны сейчас их с вами купить. Итак, я выхожу опять на Джин, хостинг. И вот здесь первая ссылочка, которую я здесь вижу, это ссылочка услуги. Я выхожу на услуги, и здесь я вижу, какие услуги я могу подключить. Вот посмотрите. У меня здесь есть поддержка доменов, причем эту поддержку, эту услугу мы отключить не можем. Она у нас всегда включена. Видите, если не включена услуга, она серая кнопка. Если включена услуга, она зеленая кнопка. Но те кнопки, которые отключить нельзя, они у нас светло-зеленые. А те, которые подключены нами, они у нас идут такие темно-зеленые. Сейчас хостинг практически работает каким образом? Он нам предлагает стандартные услуги. То есть те стандартные услуги, которые мы с вами разбирали немножечко ранее в нашем занятии. Поэтому здесь мы просто просматриваем все те услуги, которые нам нужны, о которых мы говорили. Это дисковое пространство 30 гигабайт. Вот оно у нас. Это поддержка PHP языка. Вот он поддержка PHP языка включен. Это субдомен. Спускаемся ниже. Вот они, субдомены наши. И поддержка 30 баз, поддержка 30 FTP аккаунтов и поддержка 30 доменов. Все у нас включено. Ничего лишнего у нас здесь нет. Значит, мы это оставляем и принимаем. Итак, после этого мы с вами переходим на покупку домена.